парни привет как дела значит смотрите здесь вы увидите отрывок из моего тренинга который посвящен женским проверкам и возражениям когда девушка уже у тебя дома то есть непосредственно перед сближением как бы мир так интересно устроен да что мужчина постоянно в каком-то стрессе до момента вот прям сближения женщиной это несколько несправедливо я считаю то есть он знакомится стрессует потом на свидании стрессует потом очень большой стресс чтобы пригласить девушку к себе домой то есть это же надо озвучить это предложение а там еще потом в ответ начнется херня которая в принципе всем понятно вполне ожидаемо зачастую абсолютно лишнее но так или иначе вот этот спектакль который разворачивается из вот этого всего что типа вот ты что обо мне подумал ты хочешь все испортить ты там слишком торопишься ты за кого меня держишь там нет уж вот к тебе мы не помогут как будто ты там знаешь вот затеял что-то страшное просто что-то ужасное вот и этот отрывок непосредственно который сейчас увидишь он посвящен там небольшой кусочек то есть какие-то варианты обработки возражений проверок если девушка у тебя дома тут получается вы уже у тебя дома вроде бы все должно быть нормально и опять какая-то вот какая-то фигня до происходит то есть получается то что женщина пришла к тебе домой это абсолютно еще не гарантирует того что у тебя с ней получится сблизиться потому что там она может перегибать палку вот именно в этом вопросе обязательно посмотри дальше отрывок из моего модуля моя система я считаю что это очень актуально и полезно возражение и проверки непосредственно перед секс напоминаю что девушки принципиально важно чтобы не она дала как говорят мужчины а чтобы ее взяли да то есть здесь нужно сложить себе ответственности для нее это очень важный ключевой момент но опять же то что она пришла к тебе это уже очень важный момент как говорит одна моя знакомая если женщина пришла к тебе вечером то она должна быть либо женщиной либо никем и бывает такое что она была у тебя дома но секса так и не случилось как мужчины говорят хочу напомнить что это не дождь это не катаклизм какой-то это не снег это не закат это не рассвет то есть который никак не зависит от тебя если его не случилось то только потому что ты у тебя не было правильного опыта понимания и ты не сделал нужные и достаточные действия в направлении к сближению хочу напомнить что для того чтобы сблизиться особенно у тебя дома то есть тут нужно совмещать два потока еще больше где-то 70 процентов это прикосновение и 30 процентов это речь это то как ты с ней разговариваешь что ты в этот момент не говоришь итак перейдем к самим возражением значит смотри это фразы которые ты можешь распространенно услышать и я тебе так двух-трех словах скажу что можно именно сказать на эти фразы в ответ чтобы как-то попытаться их утилизировать возражение она как я не хочу можно в ответ спрашивать не хочешь чего что-то не хочешь я как бы ничего с тобой такого не делаю в это время ты продолжаешь трогать ты меня трогаешь я просто делать и приятные вещи они я не хочу секса со сексе вообще никто не говорил чем из секс никто тебе еще и не даст какой секс либо ты говоришь слушай но я же вижу и мы оба видим как тебе приятно пусть я просто делать тебе какие-то приятности расслабься далее она например можно сказать не надо все портить и ты говоришь что мне кажется от того что я делаю тебе сейчас приятные вещи как минимум я только улучшаю все не порчу при этом тебе не нужно останавливать свою кинестетику в этот момент можно сказать что ну нам сейчас с тобой очень классный я считаю что нам наоборот хорошо и ничего не порчу я либо то что я здесь только для того чтобы сделать тебе приятные переживай ты здесь только для того чтобы я мог делать тебе приятный по сути здесь очень важно даже наверное не какие-то моменты что именно ты говоришь а просто то что ты что-то на это говоришь и при этом не останавливаешься когда она говорит давай не будем торопиться таком и никуда не торопимся мы с тобой только пришли сюда У нас куча времени. Это некий юмор, потому что одно из эффективных средств по работе с женскими возражениями – это все-таки юмор. Когда ты смеешься, обстебываешь ситуацию, она видит твою легкость в этом моменте, что для тебя это не проблема, даже если что-то не получится. Можно сказать, что время летит очень быстро, что на самом деле нужно жить здесь и сейчас, получать удовольствие от жизни, тем более, что есть мужчины, с которыми можно делать все, что хочется и валить все на них, это же очень здорово, поэтому сейчас можешь вообще расслабиться со мной. Можно что-то сказать про вселенную, что вселенная дает тебе какие-то возможности, если ты этого не берешь, параллельно ты к ней прикасаешься, целуешь, возбуждаешь. Если ты этого не берешь, то в следующий раз она скажет нет, я тебе больше никаких вариантов не подкину.